Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Ваишев. И наша недельная глава подробно нам рассказывает о жизни Юсефа, о том сложном пути, как он из любимого сына попал в рабство, потом попал в дом Патифера и оказался в тюрьме. И в нашей недельной главе Юсеф два раза назван, к нему применено слово «успешный». Одно слово, когда он говорит «а я Юсеф и шмацлех», и был Юсеф человеком удачливым. И вторая фраза говорит «и все, что он делал, Всевышний приводил к успеху каждого его действия». То есть два таких уровня, которые называются «успешно». И у нас задается определенный вопрос, который мы должны вместе с вами задать у любого человека. Юсеф, любимый сын отца, он, можно сказать, он сирота. Почему сирота? Мама умерла. Сын без мамы, это, конечно, можно назвать сирота. К нему должно было быть особое внимание, но вместо этого он получает ненависть от братьев. Он получает ненависть от братьев, в результате братья его продают, продают его в рабство. Дальше, куда Юсеф оказывается, где Юсеф оказывается, он скатывается все ниже и ниже по этой ступени. И каждый раз ниже и ниже он получает новые и новые испытания, новые трудности. И это Тора называет ишмацлеях, это Тора называет удачливый человек. Слушайте, где же здесь удачливость? То есть это еврейское счастье имеет такое счастье, как говорится в пословице. В чем же счастье Юсефа? В чем же его удача? На самом деле, наоборот, мы видим, что удачливым был только в конце, когда он стал кем? Он стал наместником фараона, когда он выполнял почти функцию самого фараона. Тогда его можно было назвать удачным, но назвать ребенка, лежащего в яме, удачным, назвать ребенка, который находится в рабстве, что Юсеф был удачливым. Где же его удача? В чем его удача проявлялась? Почему мы так это называем? Где удача, о которой мы говорим? И сейчас мы с вами подробно это разберем. И вообще резонный вопрос, как можно оставаться человеком удачливым? И как можно при пути, который был у Юсефа, остаться тем, кем остался Юсеф? Человеком преданным, человеком, который умеет двигаться вперед, человек, который не отчаивается в своей жизни. Любой человек, который бы пережил то, что пережил Юсеф, наверняка бы уже сломался. Наверняка бы он был в депрессии, или покончил, не дай бог, жизнь самоубийством, или был в очень нехорошем состоянии. Один из примеров, слушайте, ребенок попадает в дом Патифера. Он попадает в дом Патифера. И, казалось бы, жизнь немножко только начала налаживаться, он уже стал чуть-чуть, как бы что-то у него восстановилось. И тут на него нападает жена Патифера. И он ни за что, ни про что наказанный. То есть он получает какое-то наказание сумасшедшее, его отправляет в тюрьму. И в этой тюрьме он приходит и видит двух министров и говорит, почему вы грустные? Слушайте, а что, они должны быть веселые? Они попали в тюрьму, почему они должны веселиться? А как Юсефу? Откуда он питает вот эти силы, огромнейшие силы, находясь в тюрьме, продолжать движение вперед, не отчаиваться, то есть радоваться жизни? И здесь мы приходим как раз к ответу на то, чего мы начали. Итак, движение, которое было у Юсефа, иногда мы видим, что когда человек может благодарить Всевышнего за то, что у него есть, а не смотреть то, что у него нет. То есть это такой особый взгляд, который был у Юсефа, видеть то, что есть, а не то, что нет. Очень интересная фраза, которую говорят наши мудрецы, что успех связан с тем, что человек доволен, что он не ушар, что он счастлив. Человек счастлив, а идет успех. Когда у человека есть у него ощущение счастья, ощущение движения вперед, это ощущение дает огромнейший успех. То есть вот именно ощущение счастлива, кто, как пишется в Торе, кто счастлив, тот, кто доволен своему делу. Кто богат, тот доволен своему делу. Да, есть люди сказочно богатые, имеющие большие капиталы, но они несчастливы. Почему несчастливы? Потому что они по-настоящему недоволены своему делу. Бывает человек, у которого все есть необходимое, он доволен своему делу. Такого человека можно назвать по-настоящему богат, счастливым. Человек счастливый, который доволен своему делу. То есть когда человек смотрит в то, что у него есть, есть, ему нету времени смотреть на то, что у него нету. Это очень важная фраза. Когда человек видит то, что смотрит, у него есть, у него нет времени смотреть на то, что у него нету. Тут я вспомнил старый еврейский анекдот, когда есть, когда нету, когда в магазин заходит человек и говорит, почему у вас вот эта вещь? Кто-то ему говорит, она у меня стоит 9 долларов. Он говорит, ну я увидел в магазине Умони в соседнем, что эта вещь стоит 3 доллара, а что, чтобы вы ее не купили? Он говорит, у нее ее нет Он говорит, когда у меня ее нет А когда у меня стоит доллар Мы говорим, когда легко радоваться Когда у тебя этого нет Когда у тебя этого нет То очень тяжело радоваться Сначала идет успех, а потом радость Как правило у человека Но никак не наоборот Когда человек по-настоящему доволен тем, что у него есть Когда он рассматривает и видит Что все, что у него происходит Есть какое-то движение И в этом он должен увидеть напрямую, в первую очередь, связь со Всевышним. То есть, если человек рассматривает и знает, как мы учим в Хасидуте, у нас был Новый год хасидизма, что все, что с человеком происходит, идет по большой задумке Всевышнего. И любое место, где он оказывается, он не оказывается просто так. Значит, человек должен быть счастлив, что он оказался в этом месте. Да, это тяжело. Да, человек был на каком-то хорошем уровне, он падает на другой уровень и попадает в другое место. Как пример, мы видим с Усефом, да, у него он был в семье, он хотел быть рядом с папой. Но что происходит? Вместо этого он оказывается в Египте, его продают в рабство. Что Усеф понимает? Усеф всегда понимает, Бог со мной. И мы, кстати, есть такой медраж, который говорит, комментарий тоже, который говорит о том, что почему, когда Усефу были всегда знати, что Бог с ним, тем более он был праведником. То есть, мы говорим о караване, который шел, он шел с благовониями. Пишется, что душа цадика не переносит плохие запахи. А хорошие запахи, это как бы был ему знак, что ты не просто так спускаешься и что прошел караван именно с хорошим запахом. Но это опять мы видим в качестве Усефа ощущение того, что видеть то, что у тебя есть и радоваться тому, что у тебя есть. Усеф осознает, что каждый момент, куда бы он ни попал, это проведение Бога. И если это проведение Бога, значит у него есть особая задача в этом месте, в котором он находится. Раз его спустили в яму, значит в яме это то место, в котором он должен сейчас находиться. Раз его подняли с ямы, продали в рабство, значит в рабстве, в семье Патифера он должен нести свет Всевышнему. Он действительно нес свет Всевышнего до той степени, что мы пишем, что Патифер, хозяин его, видел, что Бог с Сесефом. Он увидел, что Всевышний с Сесефом, он это видел четко и отчетливо. И он видел, что все, что он не делает, Бог ему помогает. И поэтому он поставил его над своим домом. Главное, то есть он там делал то, что ради может чего-то, он оказался в этом доме для того, чтобы царский министр, министр фараона ощутил какую-то святость, несмотря на то, что он был идолопоклонником. Тем не менее, как бы мы видим, что он осознавал, что все, что есть у Сесефа, все, что в его доме начинается успех, это благодаря Сесефу. А Сесеф приводит благословение Всевышнего в его дом. И вторая часть, которая мы говорим, что когда на него набрасывается жена Патифера, он тоже может ощутить себя, опять же, за что, не за что, опять прийти в это. Значит, он знает, что есть какая-то задача, которая на него возложена в этой тюрьме. Он знает, что там, где он оказался, рядом с ним находится Бог. И Бог сделал так, чтобы он оказался. Раз Бог сделал, чтобы он там оказался, значит, есть особая задумка в том, что он находится в тюрьме. значит, у него есть какая-то особая работа, по которой он должен находиться в этой тюрьме, да, и впоследствии мы увидим, что действительно, если бы он не попал в тюрьму, он бы не встретил царских министров, если бы он не встретил царских министров, им не приснился сон, и он бы не пересказал этот сон, и царский министр не вспомнил его, благодаря этому вспомнил его возле фараона, и благодаря этому он поднялся на ту ступень, которую он потом сами говорит, что я пришел сюда для того, чтобы содержать еврейскую семью, не только еврейскую семью, всю семью Якова, весь еврейский народ, благодаря мне я смогу теперь это делать, потому что это была задумка Всевышнего, и когда он видит во всем задумку Всевышнего, он не сидит и не плачет о том, чего нету, он радуется тому, что есть, и использует то, что есть, да, он использует то, что у него уже есть. Я вспомнил очень интересную старую историю хасидскую, когда хасид пришел к рэбре, рэб ему сказал, кем ему быть, то есть рэб ему сказал, что он должен быть извозчиком, но хасид много вопросов не задает, это хасид, рэбин, известно, он думал быть рэбином, а рэб ему сказал быть извозчиком, он пошел учиться, это работа извозчика, из работы кучера, но как бы все подумали, что он сошел с ума, то есть как бы начал он учиться, вот все, жена там была в истерике, в слезах, такой человек, учится, он сказал, это то, что мне сказал рэбе, жена узнала, что раз это ему сказал рэбе, она продала все свои украшения, заложила, купила ему коляску, телегу, на которой он должен был ездить, лошадь, и вот он научился кучерскому делу и начал ездить, потому что рэбе сказал, тяжелая работа, он к ней привыкал, ездил, однажды он остановился, там остановился какой-то человек, он не знал, что человек был еврей, это был еврей, который, дай бог, сошел со своего уровня, да, и вот этот не еврей, говорит, этот еврей, который сошел со своего уровня, он сказал, что ему нужно было куда-то ехать, И это была гостиница, в которой он сказал, я должен утром помолиться. Он говорит, пожалуйста, молитесь. И вдруг он услышал, как обычный кучер у себя в комнате молится ночью со слезами, с криками. Он подумал, что-то случилось. Он услышал эту молитву, стоял возле этой двери, слышал эту молитву, подумал, если простой человек так молится, кучер. И он вспомнил родителей, вспомнил, что он с еврейского местечка. И это произвело на него такое впечатление, что он расплакался, раскаялся и стал праведным евреем. Он переехал в другое местечко, стал праведным евреем. И когда наш кучер, раввин, который стал кучером, пришел к рэбре и сказал, все, теперь ты свою задачу выполнил, становись раввином города. То есть вот такой вот момент. То есть у хасида не было даже сомнения, что его рэба послал для того, чтобы выполнить работу, на которую на него возложил Всевышний. Именно поэтому, что рэба его послал, потому что у него было ощущение, что это божественная работа. Он не унывал, а учился, как правильно управлять телегией, как двигаться, как жить в данной ситуации, которая сложилась. Я всегда, уже, наверное, на кучу лекций привожу этот пример. Я еще раз извиняюсь на этот пример с Равином Рубашкиным, который попал в тюрьму. И в тюрьме начали делать обрезание взрослым людям. Это пример как Юсефа. То есть он попал в тюрьму. Он знал, что в тюрьме есть какая-то задача, ради которой он туда попал. Как и другой любой человек. И именно когда человек, мы видели, есть такой философ Фрэнкель, и он написал теорию, что тех, у кого была цель в лагере, это те, которые стремились к чему-то, то есть в лагерях смерти, у тех был больше шанс выжить. То есть мы видели, как это менялось. То есть само желание, само продолжение движения вперед, надежда на то, что ты понимаешь, что там, где ты находишься, ты находишься со Всевышним, и ты должен радоваться тому, что есть, ты будешь двигаться вперед. Более того, человек по-настоящему может ощутить это, если, не дай Бог, он попадет в больницу. То есть человек, которого все спокойно, даже простое благословение утреннее, о котором мы говорим, что благословение Всевышний, которое сотворил человека с необходимыми полостями и отверстиями, и известно и открыто тебе в оседающем на Славном престоле твоем, что если закроется одна из полостей или откроется, человек не сможет просуществовать ни часа. Это благословение, которое мы говорим, часть благословения, которое мы говорим после туалета. То есть мы не задумываемся иногда, мы говорим это автоматически. Но стоит один раз, что мы почувствуем, что у нас будет закрыта одна из полостей, или откроется одна из полостей, и мы будем так страдать, что мы будем счастливы, когда мы здоровы. Как говорит человек, который Две руки, две ноги Случилось какое-то несчастье, попал, не дай бог, в аварию Но я здоровый, у меня все есть В отличие от того, которого нету То есть ты будешь видеть хорошее И ты не будешь успевать плохое Ты не будешь смотреть на то, что у тебя нету На то, что ты потерял Потому что есть в Талмуде фраза известная Не плачет над молоком, над разбитым молоком Если оно уже разлилось, не плачет И тут берет И поэтому мы знаем, что любое место, где мы находимся Она была нужная нам Для того пути, который нам нужно было перейти Чтобы двигаться дальше по этому уровню По этой лестнице Теперь есть еще одна вещь, которую объясняют уже книги Кабалы Что СФ два раза назван по-разному Один раз он назван Ишмацлех, то есть человек успешный Второй раз он был назван Все, что второй раз было сказано И все, что он делал Всевышний делал Его успешным Дословный перевод Ашаммацлеяк Беидор Всевышний приводил успех его в руки И говорит на этом, что есть два уровня успеха Первый это уровень, когда человек И не только человек, все окружающие видят Что человек успешный Что Всевышний посылает этому человеку успех Что человек с чем, всем чем он занимается Это успешно Есть успешные люди Он начал заниматься торговлей И торговля у него пошла Он начал заниматься поварским делом И это у него пошло Чем бы он занимался, это не пошло Был один мудрец еврейский У которого был плохой мазали Чем бы он не занимался То есть Ибнезра, по-моему Чем бы он не занимался У него были какие-то неудачи Он был такой шлемазал Как то, что мы называем, не дай бог Там говорили такое мудреце Но тем не менее У него было сплошные неудачи И он написал даже такое стихотворение Что если я займусь этим, это не будет Если я займусь этим, это не будет А если я займусь пошивом для мертвых одежды То мертвые люди перестанут умирать То есть в такой степени Иногда мы видим, что есть люди Успешные, неуспешные Мы видим, что все, что человек делает Приходит успех Мы видим, что Всевышний помогает этим людям Что это успех Но бывает второй уровень успеха Который просто не соизмерим с первым уровнем О котором мы говорим Что мы видим, что этот успех ему упал на голову Что он ничего практически не сделал Этот успех ему как снег на голову То есть он все видят, что это Всевышний сделал ему подарок То есть ни у кого не создается впечатление Что он что-то сделал даже для этой вещи Даже маленькое сделал Даже не купил лотерейный билет Он видит, что Всевышний по-своему Громнейший успех Помните в том знаменитом анекдоте, как мы разбогатели Сначала мы приехали в Америку И спрашивали, как разбогатели Ну вот мы приехали в Америку Сначала у нас было два яблока Мы помыли и продали их за доллар Потом за доллар купили три яблока Помыли и продали их за два доллара И так далее Продавали, покупали, продавали Он доходит до суммы 10 долларов Потом умерла наша богатая прабабушка И ставила нам наследство несколько миллионов долларов Есть понятие, когда тебе Какой-то успех, бешеный успех Тебя кто-то заметил Это успех Всевышнего Который, видно, человек ничего не сделал Ему Всевышний послал огромнейший успех Это второй уровень успеха, о котором мы говорим И объясняет ли Байческий Рейбер Что эти два успеха были связаны С местом, где открылся Всевышний Исэф С местом, где Исэф был удачливый Первое место, это был дом Патифера Как мы сказали Дом Патифера, несмотря на то, что был успех Это все-таки был дом, в котором человек мог ощутить какую-то связь И сам Патифар был и доупоконником И не так видно было наглядно Видели, что помогает Всевышний? Не так наглядно Вторая вещь, это тюрьма Тюрьма вещь, которая ломает человека свое я Вломает в человеке свою насыщенность Напыщенность, уверенность в себе Знание того, что я что-то из себя представляю То есть, человек, который попадает туда Его там так ставят, не дай Бог, на место Так ему, он понимает, что его приводят в такое состояние В состояние, где он понимает одну вещь Что вся моя значимость, которая была на свободе И вся моя я, вся моя напыщенность Она ничего не стоит Он понимает, что человека пытают в тюрьме Очень часто он ломается Он понимает, что он Нечто, ничто, как говорится И именно в таком месте, когда у человека Уходит свое я Уходит свое вера в собственные руки В собственные это Тут происходит раскрытие Именно люди, которые находятся в таких местах Не дай Бог, после этого Именно действия, которые с ними происходили Вот это, когда они полностью могут уйти от своего я Дает еще больший успех Когда он понимает, что этот успех Вообще не связан с его действиями Именно успех грандиозный, который был у Исэпа Именно в тюрьме, где каждый видел раскрытие Всевышнего воочию И никто не сказал, что это Исэп был особенный человек Это видно, рука Бога явная Который человек заслуживает Путем того, что он занимается собой Что он занимается своим я Занимается своей сущностью Что он занимается тем, что он называется На иврите сфаруах То, что называется хасидуте битуль Самоустранение Это не то же самоустранение, которое мы принимаем Не дай Бог, как в христианстве Тебе ударили по одной щеке, поставили другую Будь смиренны Это не смирение Самоустранение Это понятие, что значимость своего я Ты спускаешь до минимума Ты понимаешь, что все, что в этом мире находится Все мое я Оно ничего без я Всевышнего То есть, мое я может существовать Только рядом с я Всевышнего Если есть мое я Значит, оно не пускает другого И поэтому, когда ты принижаешь свое я Когда ты явно понимаешь Что все, что с тобой происходит Все, где ты находишься Это рука Всевышнего Именно тогда ты получаешь огромное благословение Которое называется Ашема Что это благословение выше природы Потому что ты сломал свою природу И благословение, которое ты получаешь выше природы И поэтому сказано Именно путем Когда он не просто попал в рабство Когда он был там хоть каким-то управляющим Или еще кем-то А когда он попал в тюрьму Когда рабство Который пришел К самоустранению Полному отрицанию Значимости свое я Что такое раб? У него нет ничего своего Все, что он делает Это господина Именно в такой момент Когда он Как бы полностью самоустранился От своего я Приходит самое большое благословение Самое большое благословение Которое выше Вообще Понятия рамок Именно поэтому Зачастую мы знаем Что любой спуск Он ради подъема Что любой спуск Он ради подъема И говорит Байческий Рэб Объясняется это Всехот Объясняется в других местах Что в Кабале Объясняется Что еврейский народ Находится в этом мире В изгнании И это изгнание Очень тяжелое И он крутится По этому изгнанию И вот этот вот спуск Для того, чтобы Подняться Подняться на более высокую ступень Как есть понятие в Талмуде Любой спуск Он ради подъема Как спортсмен Который когда делает забег На дистанцию Он делает пару шагов назад Для того, чтобы Дринуться вперед Вот эти шаги назад Вот этот спуск Он нужен для подъема И поэтому Дай Бог Чтобы уже настало То время И оно настало Чтобы мы увидели Воочию Машеха Чтобы мы увидели Все тот спуск Который мы находились Во время Галута изгнание И ту работу И ту работу Которую мы делали И ту возможность То состояние Которое с нами Происходило Дало толчок И подъем Кверху Чтобы мы видели Что вся эта работа Привела к великому подъему То есть приходу Машеха Как я учу Услышал Одного из своих Учителей Который Объяснял Маамарх Может прийти Когда человек Ломает Когда есть такая ломка Не дай Бог И он сказал Что иногда Когда мы Успешны И у нас все хорошо Мы забываем Творца Как пишется И разжарел Иерушарун И стал брыкаться Это пишется Когда человек Иногда богатеет Он начинает думать Что это сила Руки моей Сделала мне все это И он начинает двигаться Именно в таком направлении Именно в том Что он забывает Всевышнего И тогда Не дай Бог Может прийти Какая-то проблема Моя горя Для того чтобы Ему было понятно Что на самом деле Он всего лишь ноль Он всего лишь ничего И завершить нашу лекцию Я бы хотел Вот таким вот Одним примером Я не знаю как вы Я не люблю это говорить Но иногда Когда особенно идут Там даты Связаны с Холокостом Я просто Ужасаясь Представить себе Что бы Было со мной Если бы я находился Не дай Бог На месте этого человека Если бы я находился В то время И поэтому Когда ты только можешь Себе понять Какое время Жили наши предки Наши дедушки И бабушки Когда пытались Полностью нас уничтожить Погром за погромом И ты понимаешь Что ты живешь В другом месте Ты уже считаешь себя успешным Ты уже счастлив Что ты не живешь В то время В котором они жили И ты не пережил То что они пережили Понятно Что то что они пережили Они На своих плечах На своих судьбах Выносили новое поколение Мы живем благодаря им Это не вопрос Мы это знаем прекрасно Но тем не менее Я бы не хотел В жизни Оказаться на том месте Где Или пережить Хотя бы маленькую исторочку Того что они пережили И когда я просто Оглядываюсь Иногда я думаю Что у меня там Какая-то проблема Я считаю Такое это не проблема Ребята Это не проблема Если ты не дай бог Себя поставишь На то место То ты будешь Благодарить Всевышнего За каждую деталь И ты будешь считать Громаднейшим успехом Только то Что ты живешь В то время Когда ты не нуждаешься В хлеб Чтобы был хлеб Вспомните Людей Которые пережили блага Для них счастье Когда есть что кушать Иногда Мы не осознаем это И поэтому Когда мы по-настоящему Благодарим Всевышнего И вдумываемся Каждый день То что он нам дал Для этого нужна молитва Каждую молитву И часть молитвы Мы благодарим За то что у нас есть И это вдумывание Продумывание То что у нас есть Дает успех Потому что Всевышнему Это нравится И он это чувствует И тогда Наше я уходит И приходит сюда Я Всевышнего А раз мы в состоянии Осознать что все от Бога А Бог он бесконечный Тогда и Бог дает нам Так как мы осознаем И дай Бог Что действительно Все беды И все те поколения Которые страдали И все те люди Которые попали в Галут И все те люди Которые попали Пережили Холокост И все остальное Мы увидели их Воочию сейчас С приходом Машеха С воскрешением Из мертвых Когда мы ощутим Вот эту вот Огромнейшую связь Огромнейшую радость Осознавание Ощущение Сегодня Что мы живем В то время Когда он говорит Это счастливое время В котором мы живем Когда мы проживаем То что Люди проживали Столетиями назад Для того чтобы Пересылать письмо Надо было там Отсылать его И ждать там Неделями То есть мы проживаем За один день За один час Иногда больше Чем проживает Все предыдущие поколения За 10 лет За 20 лет За 30 За 100 даже лет Но за один день Может прожить больше Да То есть как бы Это удивительная вещь Который пишет Рейбер Что ребенок Маленький ребенок В течение часа В течение дня Постигает больше Чем потом Он будет постигать За 10-20 лет Потому что Каждая вещь Которая он сталкивается Для него что-то новое Он ее изучает Он ее раскрывает Он ее учит То есть его мозг Надбитает новые вещи А здесь происходит То что мы Пользуясь Теми вещами Которые дал нам Интернет Хорошие вещи Теми вещами Которые дали нам Технологии Мы можем ходить Семимильными шагами Двигаясь вперед Постигать Слушать уроки Двигаться Для того чтобы Сейчас услышать Вот эту вещь Которую я сказал Да раньше Нужно было Проучить 10-20 книг И неизвестно Или попал бы На вещь Сейчас ты открываешь Один коннект Второй коннект Ты смотришь Разные вещи И ты Можешь двигаться И поэтому Это особое время Время Когда пишут Твои источники Выйдут наружу Когда выйдут Как духовные вещи Как и материальные вещи И дай бог Чтобы мы увидели Уже приход Машеха И когда Как Юсеф Когда он поднялся На уровень фараона Он увидел Всю задумку Которая была до этого Что весь этот спуск Был только для этого Чтобы мы Наше поколение Уже увидело Что все страдания До предыдущих поколений Было только для того Чтобы мы пришли И сегодня И сейчас Время Машеха Шабах шабах